Ко дню памяти жертв политического террора в Сыктывкаре открыли выставку «Репрессированный Пушкин». Это совместный проект Фонда покаяния Национального и Муниципальных музеев Республики. Любовь Королёва увидела уникальные экспонаты. В конце концов, мне оказался в Ухтыжемлаге, и по приказу Якова Мороза он создаёт величайшее произведение. Он создаёт памятник Александру Сергеевичу Пушкину из гипса, из остатков кирпича, из водопроводной трубы, окутанной колючей проволокой. Узникам ГУЛАГа дозволялось читать Пушкина. Книги поэта переписывали от руки, проводили творческие вечера, лагерные театры ставили Евгения Онегина и Пиковую даму. Мало кто знает, что в наших краях сидели потомки Александра Сергеевича. Один из потомков, Борис Юрьевич Козловский, был заключённым Ухтыжемлага. В наших лагерях сидели потомки учителя Александра Сергеевича Пушкина, того самого Якова Ивановича Корцова, который преподавал Александру Сергеевичу Пушкину математику. А в Оркутинский драмтеатр – Мё Пьер Донзас, потомок того самого друга Донзаса, секунданта Александра Сергеевича Пушкина. На выставке собраны уникальные книги из лагерных библиотек в Оркуты и Печоры. Фрагменты памятника поэта Николая Бруни, афиши и программки спектаклей и даже сценические костюмы. Это чудным образом сохранившееся платье актрис в Оркутинского и Интинского театров. Представляете, каждый день они носили лагерные робы, а на сцене они становились настоящими женщинами-актрисами-музами. Посетителям экспозиции предлагают прослушать Арии Зопер в исполнении лучшего тенора России Николая Печковского, узника Инталага. Несмотря на то, что выставка посвящена довольно сложной, тяжелой теме, потому что здесь творчество Пушкина в истории лагерной культуры, в истории ГУЛАГа, тем не менее, тяжелого впечатления она не производит. Наоборот, здесь какое-то ощущение такой легкости, воздушности. По словам экспертов, Пушкин помогал людям почувствовать себя свободным в условиях всеобщей несвободы. Возвращал политзаключенных к жизни и творчеству. Любовь Королева, Олег Жуковский, телеканал Юрган, Сыктывкар.